Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот так как очень много вопросов и в прошлом году, и в этом году пришли насчет сорта Настеньки, насчет вот этих расхождений в названиях Настюша, Настена, Настенька, какой из них именно сорт тот, который я выращиваю, я решила рассказать подробнее все это, чтобы не отвечать каждому. И расскажу, специально купила для этого вчера в нашем магазине, расскажу вот про этот сорт, который я выращиваю. Вот у меня изначально была именно вот эта Настенька. Многие не могут найти вот это название, именно Настенька, но Настенька, как вот на обороте написано, селекция агрофирмы семена Алтая. Поэтому вполне возможно, что в других регионах, вот у нас в Алтайском крае она есть, а в других регионах, возможно, в Подмосковье ее даже нет, потому что Алтай, это очень далеко, и я не знаю, возят туда наши семена или нет. Сейчас прочитаю, что написано на этой пачке. Написано, низкорослый, не пасункуется, обычное, обильное плодоношение в любых погодных условиях. Так, на обороте, среднеспелый сорт Куст, компактный, высотой 70 см, не требует посынкования, плоды округло-вытянутые, розовые, мясистые, очень вкусные, массой до 500 граммов отдельной плоды. Сорт отличается обильным плодоношением в любых погодных условиях и повышенной устойчивостью к фитофторозу. Ну, тут про посевы, так, ну и все, больше тут ничего при нем не написано. Вот у меня вот именно вот этот сорт Настенька, я покупала его когда-то, он еще был вот в таких вот простых пакетиках, сейчас я в простых не нашла, только вот таких, написано, селекция Сибири, это именно сибирский сорт. Но вот другой фирмы, я вчера посмотрела, тоже купила специально, написано Настюша, то же самое описание, великолепный среднеранний сорт, дающий высокий урожай даже при неблагоприятных погодных условиях, растение детерминатное, компактное, не требует подвязки и посынкования, плоды удлиненно-сердцевидной формы, малиново-красной массой 200-300 грамм, более плотные, мясистые, сладкие. Описан тот же самый сорт, просто уже не Настенька, а Настюша. И мне кажется, я вот уже говорила некоторым, что вот это селекция агрофирмы Семена Алтая, возможно у них авторское право может быть есть на это название, а вот это уже золотая сотка Алтая, тоже алтайская фирма, но совсем другая, и у них другое название, но я подозреваю, что это один и тот же сорт, потому что он написан, описан в точности все такие же характеристики, и я уже говорила, что я пробовала и Настюшу, и Настеньку, никаких различий в реальной жизни у них нет, возможно просто кто-то, одна фирма не может использовать название такое же, абсолютно одинаковое, но вот это вот, сейчас вам скажу, вот эта пачка, я уже тоже брала ее такую же, и вот это, томаты одинаковые, но разная фирма изготовителя, и немножко изменено название, вот я думаю, что это просто маркетинговый вход, но у меня, я выращиваю, изначально была на развод взята именно Настенька, вот Настенька, возможно в других регионах, более дальних она не продается, но у нас вот семена Алтая, у нас это очень распространенный сорт, для нашего сурового климата он идеально подходит, его также уже сейчас она распространилась и на Урал, и на Дальний Восток, именно спрос на нее у тех людей, у которых погодные условия не очень хорошие, но и в средней полосе России она тоже прекрасно растет, у меня девушка из Крыма в прошлом году выписывала и сказала, что наши сибирские томаты очень урожайны, буквально все облеплены плодами, но как же им не быть урожайными, если они даже у нас в Сибири хорошо плодоносят, я представляю, как они там в Крыму радуются теплой погоде и отдают свой урожай. Все, до свидания. Вот это была Ольга Чернова и краткое вот это разъяснение о сортах Настенька, Настюша, Настена, еще там Настенка какая-то есть, не знаю, все Настеньки разные, но почти все они одинаковые, если это, конечно, не гибрид. Вот все не гибридные сорта, я уже три сорта испытывала, они все почти одинаковые. До свидания. Продолжение следует...